В 10 классе, вот знаменитая речь, когда Ельцин устал и уходит, вот это был 10 класс. Сейчас я уже сам много лет работаю в школе учителем, у меня уже трое детей, я многодетный отец, и до сих пор каждый вечер, каждый день на каких-то мероприятиях от имени нашей страны, за рубежом, я вижу одно и то же лицо. Я считаю, что этот человек ворует нашу историю, ворует нашу повседневную жизнь, что то, что происходит в нашей стране, недопустимо, и что мы должны сказать, хватит. Почему мы нищие, а у вас яхты? Почему мы считаем деньги от зарплаты до зарплаты, а у вас дворцы? Какой ответ нам дала власть? Чушь, муть, какой-то компот. Никакой чушь, муть и компот, а меня оштрафовали за то, что я задал вопрос. Вы посадили операцию, по-моему, подавали? Да, мое дело сейчас в европейском суде, но это удар по моему семейному бюджету. Я никаким Майданом призывать не собираюсь, но армяне молодцы. Армяне вышли и стояли на улицах, стояли, пока вот этот вот негодяй, который хотел узурпировать власть, они вышли и сказали, мы не уйдем с улицы, пока ты не уйдешь, потому что ты в нарушении закона занимаешь вот этот пост, который ты 8 лет уже отсидел. Уйди, покинь, все, ты 8 лет отсидел. Тебе мало, ты мало наворовал, у тебя там весь клан твоих друзей обогатился, твоих родственников, твоих знакомых, все, уйди. Почему у нас во власти 18 лет человек уже, он вцепился, как клещ во власть? Он вцепился, он заложник этой власти. Вот давайте послушаем, не знаю, речи Путина, когда он там в 2001 году, в 2002, в 2003, он говорил о демократии, о свободе слова. Где сейчас эти речи? Люстрация это отлучение, скажем так, тех людей, которые занимали видные государственные и партийные посты и принимали решения, при смене режима они должны быть лишены возможности в новой политической системе занимать, должны быть лишены возможности занимать какие-либо посты, которые влияют на принятие государственных и политических решений. Надеюсь, понятно. Спасибо. Спасибо.